Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. И я представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов, который представляет интерес на текущий момент. Сегодня понедельник, 6 апреля, и мы традиционно рассматриваем с вами евро, который по всей видимости заканчивает коррекцию и по факту ее окончания будем ждать новую восходящую волну. Канадский доллар продолжает консолидацию, но после небольшой паузы, вероятно, продолжит снижение, а также австралийский доллар, который локально корректируется вверх, но все еще может продолжить снижаться в рамках коррекции более старшего порядка. Итак, евро предположительно подошел к пределам окончания коррекции после последнего роста и впереди ожидается возобновление восходящего движения. Пара достигла отметки 1.0775, преодолев при этом уровень поддержки на 1.0830 и сейчас консолидируется немного ниже него. Подтверждением разворота станет уверенный рост и закрепление выше текущего уровня на 1.0830 с возможным обратным ретестом и последующим отскоком от него, что окончательно подтвердит его в качестве основной поддержки. При этом промежуточным уровнем, способным сдержать последующий рост, это сопротивление на 1.0927, который может с первого раза и не пропустить покупателей, толкающих котировки вверх, что и приведет к ретесту данной поддержки. Однако последующий отбой уже направит котировки к ближайшему важному уровню в районе 1.1053. В свою очередь, окончательная отмена данного сценария состоится при дальнейшем снижении и закреплении ниже разворотного уровня на 1.0680. Канадский доллар взял достаточно долгую паузу в своем укреплении против доллара США. Пара, найдя поддержку на 1.3961, начала консолидироваться выше этого уровня в достаточно узком диапазоне в пределах между 1.4255 и 1.4081. Выход из этого коридора по-прежнему ожидается вниз и вскоре мы можем стать свидетелями новой волны нисходящего движения. При этом не исключен ретест верхнего уровня диапазона на 1.4255, который на данный момент является основным уровнем сопротивления. При этом варианте подтверждением намерения пары станет отбой от этого уровня, что и направит цену в целевой диапазон между 1.3793 и 1.3664. При продолжении же роста отменой данного сценария станет закрепление выше разворотного уровня, который расположен на 1.4378. Ну и наконец австралийский доллар, который продолжает корректироваться после недавнего роста по отношению к доллару США и по всей видимости коррекция вниз еще продолжится. На данный момент пара нашла поддержку на отметке 1.5990, от которой пытается в данный момент совершить отскок. Этот локальный отскок может продлиться вплоть до основного уровня сопротивления, который на текущий момент расположен на 0.6237, отбой от которого уже направит цену на обновление последних минимумов с первой целью в районе 0.5870 с потенциалом продолжения до отметки 0.5704. Об отмене данного сценария и возобновлении восходящего тренда можно будет говорить при росте и закреплении выше разворотного уровня, расположенного на отметке 0.6307. На этом у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!